Доброго времени суток YouTube и сегодня у меня будет в большей степени не психологическое видео без психологизмов, а социальное и хотел бы я поговорить о проблемах медицины в нашей любимой стране, в России, в нашем государстве. Мы самая богатая страна в мире, одна из самых богатых стран и тем не менее не можем обеспечить своим гражданам достойное медицинское обслуживание. Мы богаче Германии, Франции, Швейцарии и многих-многих других стран вместе взятых. И тем не менее лучшая медицина это Бавария, Мюнхен, Берлин, Швейцария и так далее. А у нас к сожалению все не очень хорошо, прямо скажем даже не очень хорошо, а очень все плохо. Во многих СМИ, публичных, на телевидении, в журналах, газетах освещаются проблемы медицины, эксперты выступают, пытаются разобраться в чем же проблема, почему так у нас все плохо с медициной. Почему смертность растет, население сокращается, масса трагических, парадоксальных, в некоторых случаях смешных случаях, называют много-много разных причин. Об этом можно говорить очень долго, очень много. Может быть я еще неоднократно вернусь к этому вопросу. Наболело. Вот хочу об этом поговорить. Если постараться говорить без эмоций, попытался свести в едино несколько, так скажем, причин, проблем, которые наиболее ярко освещены, о которых наиболее часто говорят. Ну вот как вы можете видеть, первая проблема, да, может быть потому что это все-таки я психолог, да, психофизиолог, для меня она очень близка. Назвал ее следующим образом. Безответственность и прочие отрицательно негативные характеристики медицинского персонала, в том числе качество подготовки и образования. Сюда я тоже это включил. Одним словом, так называемый человеческий фактор наших людей, наших медработников, наших исполнителей, организаторов от медицины и так далее. Но не об этом сейчас речь, как один из пунктов, одна из причин проблемы медицинской сферы в России. Вторая причина, это технические условия, необеспеченность, низкий технический уровень оснащения медицинской сферы. Мы богаты, богаче всех, богаче Германии, богаче Швейцарии, но тем не менее у нас не такие совершенные аппараты, у нас их недостаточно, у нас таблеток на всех не хватает. После операции у медсестры приходится выпрашивать пол таблетки аспирина или анальгина и так далее. Вот, ну если угодно, это технические условия, в том числе и обеспеченность лекарственными средствами и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, о чем идет речь. Но один из факторов, да, на мой взгляд. Третий фактор, это отсутствие достаточного финансирования. Понятно, что это некая обобщенная проблема, которая, в общем-то, обобщает и первый, и второй пункт, и зарплату персонала можно обосновать, объяснить недостатком финансирования и его безответственность как следствие. И технические условия работы наших медиков тоже все это можно обобщить, обосновать финансированием. Все это понятно. Четвертый фактор, отсутствие реформ, так называемый организационно-управленческий кризис. Не знаем, не хотим, не думаем, забываем, живем чем-то другим. Наши организаторы от медицины, они разные. И, на мой взгляд, это важный фактор, и о нем тоже можно очень много говорить. Он присутствует, и он является многом определяющим. И вы сейчас поймете, почему я так говорю. И, наконец, пятый фактор. Отсутствие стандартов работ. Методологический кризис. Действительно, стандарты работ, они разрабатываются для разных профессий. Как недавно услышал, дня два или три или назад, все знают, как играть в футбол, но почему-то не все знают, как работает сварщик, предположим. Каковы у него стандарты временные трудозатраты, какие-то процедуры и так далее. То же самое в медицине. Все знают, как играть в футбол, но почему-то не все знают, как надо работать хирургу, терапевту, офтальмологу, педиатру, психиатру и так далее. Речь об стандартах ведется уже, наверное, более десятка лет. Поднимался этот вопрос еще в советское время. Был очень остро где-то в конце 2000-х. Сейчас ни шатка, ни валка о нем идет речь в литературе медицинской. Есть, конечно, дискуссии и так далее, но тоже не главное. Одним словом, попытка мною, может быть не очень удачная, обобщить те проблемы 1, 2, 3, 4, 5, которые ведут к не очень благоприятному, не очень благополучному состоянию сферы медицины у нас в России. И как следствие, повышение уровня смертности, плохого медицинского обслуживания и так далее. Об этом очень-очень много говорится в различного рода СМИ, в интернете и так далее. Этот перечень можно список причин дополнять, расширять, уточнять как угодно. И будет у меня такая потребность, у меня лично. Я обязательно, может быть, остановлюсь поподробнее на каждой из этих причин. Но попытка обобщить была. А сейчас я хочу перейти к некому радикальному смыслу того, о чем я хочу сказать. И покажу вам одно единственное слово. Я много думаю над этим вопросом, много рассуждаю, дискутирую со своими коллегами, разговариваю. Одним словом, все это является красивым, важным, понятным. Может быть, не совсем точно сформулирован, но тем не менее. Причина. Обратите внимание, заголовок видео. Причина и проблема медицины России. Их много. Но на мой взгляд, причины во множественном числе, проблемы во множественном числе. Но все-таки хотел бы подчеркнуть. Причина и проблема. Причина и проблема всех наших бед в России заключается в одном простом слове. И звучит оно следующим образом. Вот это слово. Это баян. Это не новое слово. Что делать. Кому на Руси жить хорошо. Причины проблем России. Плохие дороги. И так далее. Всем это известно и понятно. Все это знают. Но вот я твердо убежден. Может быть, несколько категорично. Но, подчеркну, более 14 лет работая в области медицины, я прихожу к одному единственному выводу. Можно с ними соглашаться. Можно закидывать меня тапочками, как угодно. Но из собственной практики, помимо вот всех этих моментов, которые я знаю, слышал, видел по телевизору, обсуждал с коллегами. Можно сделать один. Вот сколько бы ни рассуждать, все равно все к Богу приходим. И тут точно так же. Сколько бы ни рассуждать, сколько бы ни философствовать, все равно приходим, и не только я, мои коллеги. Но это мое собственное мнение. Я сейчас ни на кого не перекладываю эту фразу, это слово. Оно мое, это слово. И это одна, единственная, простая, четко сформулированная причина, почему у нас рост смертности. Почему, почему, почему и почему. Почему столько причин, столько проблем, недостатка в медицинской сфере, в нашей Российской Федерации. Мы строим Олимпийскую арену за миллиарды рублей долларов. У меня было об этом видео. И в то же время имеем в России 250 тысяч детей в возрасте до 14 лет больных раком. За эти миллиарды, на которые построили Олимпийскую арену в Сочи, можно всех этих 250 тысяч детей отправить в Мюнхен, обеспечить до конца жизни работой немецких хирургов и провести необходимые процедуры лечения. Будь то операции, будь то химиотерапия, будь то лучевая терапия и так далее, и так далее, и так далее. Но нет, мы строим арену в Сочи, а 250 тысяч детей в России больны раком. И мы им собираем помощь смс-ками. Со всей России скидываются смс-ками люди и, соответственно, оказывают помощь какому-то ребенку. Такого не должно быть. Но это уже эмоции начинаются. Одним словом, я знаю и сам сталкивался с конкретными случаями в моей реальной действительности, реальной практике, когда у меня крали деньги, когда у других врачей, коллег и так далее крали деньги. Вот проблема в том, что у нас в России воруют. Конечно, не все организаторы от медицины этим страдают. Но, тем не менее, распилы идут страшенные. Зарплаты у руководителей огромные, миллионные. А врачи получают копейки. Санитарки получают 4 тысячи. Это правда. Я неделю назад жировку видел санитарки. А ей за квартиру надо за однокомнатную заплатить 4 800. Ребенка 1 сентября в школу отправить, покушать и одеть. Самой одеться и ребенка одеть. Она получила 4 тысячи рублей. Руководители получают миллионы. И это не голословно. Масса данных в интернете, по телевидению и так далее. Тоже эмоции. Не хотел об этом говорить, но вот как-то так сложилось. Поэтому причина, почему у нас в России проблемы с медициной. Может быть не очень точно сформированные. Но по-другому, по-простому. Можно красивые слова подобрать запросто. Но по-другому я пока сформулировать не могу. Если вам это интересно, могу сформулировать по-другому. Покрасивее. Но смысл останется прежним. На этом все. Благодарю вас за внимание. Ставьте лайки под этим видео. Отписывайтесь, задавайте вопросы. Спорьте со мной. Готов получить тапочки. Но тем не менее. Это мое мнение. Имха, как пишут в интернете. Да. Я так думаю. Благодарю вас. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok